МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. С главными событиями четверга вас познакомят наши корреспонденты. Я, Ольга Панова. Сегодня в выпуске. Обратная связь. Михаил Игнатьев пообщался с жителями Чуваши с глазу на глаз и узнал, какие проблемы сегодня наиболее актуальны. Цена денег. Что происходит с банкоматами в Чуваши? И кто виноват? Народный контроль. Кому подчиняются цены в магазинах? Экономические коллизии. Сначала обвал, а затем рост рубля. Как это бывает, уже породили панику. Ажиотаж вокруг банкоматов Сбербанка в Чебоксарах обсуждают во всех соцсетях. Что произошло и как будет развиваться ситуация в нашем сюжете? Россияне с жизненным опытом более 20 лет в период экономических бурь ведут себя, в общем, одинаково. Если есть сбережения, их надо срочно вложить в дело. Делом, как правило, считается бытовая техника, автомобили, недвижимость. У людей постарше возникает непреодолимое желание прикупить соли и крупы. Для всего этого нужны деньги. Можно, конечно, использовать и безналичный расчет. Но не все продавцы могут предоставить такую возможность. Короче, наличные нужны. До сего дня банкоматы спокойно справлялись с нагрузкой. Однако после того, как поползли слухи о предполагаемой блокировке Сберкарт, началось нечто. Банкоматы один за другим начали отказывать в наличности. Многие вообще перестали работать. Причем на форумах пользователи довольно грамотно все разъясняют друг другу. Процессинг в Сбере висит потому, что все ломанулись к устройствам самообслуживания. Налички в банках нет по той же причине. Я буквально 10 минут назад в продуктовом магазине преспокойно расплатилась картой. Пришло смс-уведомление. Сумму сняли, остальные деньги по-прежнему на счету. У страха глаза велики. Даже если в банкомате не будет денег, с паспортом и карточкой в любое отделение. И снимайте в кассе налички столько, сколько нужно. У нас сегодня коллеге мама позвонила с приказом о снятии денег. Так она с работы побежала в ближайший банкомат, а мы ржали. Я, например, родился и вырос в Советском Союзе. Видел все наши кризисы, но не устаю повторять коллегам. Заплатить за телефон, кварплату, газ, дополнительные занятия в школе для ребенка, кредиты, можно не отходя от компьютера. Между опытом прошедших кризисов и тупостью, и паникерством нет никакой связи. Предыдущие годы, как и сейчас, я не бегал ни за солью, ни за гречкой. И потому вообще не заметил той проблемы. При этом банкоматы остальных банков такой массированной атаки не подвергаются. Хотя владельцы Сберкарты там снимают деньги, наплевав на комиссию. Чем же вызван такой ажиотаж и какие меры принимает Сбербанк? Сбербанк ни в коем случае не блокирует никаких карт своих клиентов и не будет этого делать. У нас есть уже подтверждение международных платежных систем, что они работают в штатном режиме. Их релиз тоже в ближайшее время выйдет. Второе, это картами вполне можно рассчитываться в торговой сети, в супермаркетах, в заправочных станциях. Я сегодня сам заехал в супермаркет, все работает в штатном режиме, все нормально. И третье, это то, что учитывая повышенный спрос населения, мы переводим наши филиалы на удлиненный режим работы. Все наши филиалы будут работать до 20 часов и ряд филиалов будет до 21 часа работать. Мы будем работать и в субботу, и в воскресенье. Соответственно, все клиенты, которые к нам придут, мы их всех обслужим. Между тем, есть информация, что некоторые магазины отказывались сегодня принимать карты, объясняя, что нет связи с банком. Юрий Бычковский заметил, пусть это останется на их совести. Отдельные банкоматы, предупреждают сотрудники Сбербанка, из-за нагрузки отказываются работать, проще говоря, зависают. Это явление временное, так же, как и лимиты на выдачу денежных средств. Есть лимиты определенные в наших филиалах по наличности. Я прошу с пониманием отнестись к нашим клиентам, в том, что этот ажиотажный спрос, он привел к тому, что в ряде банкоматов заканчиваются деньги вне планово. Поэтому у нас сейчас и инкассаторская служба работает вне планово, загружает дополнительными деньгами банкоматы. Поэтому прошу отнестись с пониманием. Я думаю, ситуация эта временная. Словом, все это мы уже проходили. Чем больше поддаешься панике, тем дольше продержатся негативные явления. Честно признаюсь, один раз в жизни по неопытности я тоже запаслась солью. Было это в 1998 году. Я ем ее до сих пор. И до сих пор стыдно. Елена Гальперина, Александр Петров, Республика. Кризис приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Чем иногда и пользуются недобросовестные продавцы. Чтобы проверить, имеются ли в Чебоксарах случаи необоснованного завышения цен на продукты, Народный контроль посетил ряд магазинов города. Сравнивала цены и наша съемочная группа. Гречка. Цены на этот индикатор национальные экономики обсуждают и на лавочках у подъезда, и в глобальной сети. Подорожание крупы в народе называют не иначе, как гречневым кризисом. Вот думаю, что родным на Новый год подарить? Гречку, макароны или рис? Со времен космонавта гречка не взлетала так высоко. Специалисты ситуацию называют надуманной и раздутой. Бывает ли дым без огня? И выясняла народный контроль. Еще совсем недавно здесь, в магазине спального района города, гречка стоила 24 рубля за килограмм. Сотрудники магазина поясняют, то была акция. Сейчас 57 рублей 20 копеек. Примерно как везде. Гречка хорошо идет даже по этой цене. Потому что у поставщиков, у конкурентов цена примерно такая же. В целом по республике гречневая крупа за прошлую неделю подорожала от 2,5 до 3,2 процента, сообщает Чувашстат. В одном из крупных сетевых магазинов мы зафиксировали цену 52 рубля за килограмм, в другом 67. Впрочем, в перечне продуктов, на которые выросли цены, помимо гречек, еще много позиций. Так, по данным Чувашстата, сахар подорожал на 5-10 процентов. Самая низкая цена, которую зафиксировал народный контроль во время рейда – 39 рублей за килограмм. Самая высокая – 47 рублей 90 копеек. 47 сахара, где-то я 40 видела. Так я редко захожу сюда. Вот хотела сахара, у них всегда дешево я была. А сегодня 47,90. Творог, масло, сыр, мясо, конфеты – продавцы не скрывают. Многие продукты, хоть и незначительно, но подорожали. Меры вынуждены и зависят исключительно от цен поставщиков. Работать себе в убыток они не могут. Мы стараемся сдерживать цены и минимально держать цены для потребительской корзины. Они если выросли на 1-2 рубля незначительно. Гречка в основном подорожала и все. Ажиотаж только на сахар, гречку и на подсолнечное масло. Почему тут люди берут, видимо, готовятся к следующему году на засолы, на варенье. Цена формируется от того, что мы получаем товар от поставщика. На сегодняшний день цена не меняется. Мы стабильно работаем в спокойном режиме. Товар представлен, можете посмотреть по гипермаркету, все полки забиты. Небольшой ажиотаж есть, но не такой, чтобы создать дефицит в столичных магазинах. За последние годы население уже не раз пугали и концом света, и дефолтами. У молодого поколения запасаться продуктами впрок привычки не выработалось. Ну, а старшее поколение за свои годы повидало и не такое. Ну, мы берем то, что необходимо. Особо впрок ничего не берем. Цены терпимые, но неприятно. Надо кушать здоровую пищу. Что теперь? На цену смотреть. Растут, растут. Зато зарплата не растет. Выживем. Выжили же не первые раз это. И будем жить. Я полагаю, что если ходят различные проверки, то сильно наглеть не дадут. И думаю, что вот такие вот крупные магазины, они все равно не будут завышать цены. Конечно, указывать продавцам и влиять на ценовую политику городские власти напрямую не могут. Однако ситуацию под контролем держать все же нужно. Мы проехались по магазинам, посмотрели, какой ассортимент есть социально значимой продукции в наших торговых сетях. О чем мы тревожились? О большом росте цен. Да, рост такой есть, но он не такими высокими темпами. Мы, конечно, обязательно будем контролировать и смотреть в дальнейшем эту ситуацию. Потому что каких-то у нас норм, влияния таких нет. Но наша общественность должна смотреть, как идет формирование цены. Кстати, люди с набитыми доверха корзинами в магазинах все-таки встречаются. Однако товары в них чаще всего не первой необходимости, а к новогоднему столу. Ольга Бырочкина, Андрей Спиридонов, Республика. Эти горячие темы обсуждали сегодня и на большой пресс-конференции Владимира Путина. Как и следовало ожидать, уже во вступительном слове президент России практически сразу перешел к волнующему всех вопросу, к состоянию экономики. В Москве находится мой коллега Дмитрий Ковалев. Нам удалось связаться с ним по телефону. Путин отметил, что ситуация нормализуется. Когда? Остается вопрос. Главное, что правительство и Центробанк сейчас придерживают валюту. Финансирование социальных программ не сократится, отметил российский лидер. Неоднократно поднималась на пресс-конференции тема преодоления украинского кризиса. Владимир Путин заявил, что позиции России не изменятся. Необходимо, чтобы стороны соблюдали минские договоренности. Вообще, еще до того, как Путин зашел в зал, представители СМИ гадали, станет ли нынешняя встреча с прессой рекордной по продолжительности. В этот раз президент ответил на 38 вопросов. Чтобы их задать, некоторые журналисты доходили до крайности, одевали необычные костюмы и рисовали плакаты. Право задать свои вопросы предоставили иностранным журналистам. Владимир Путин на них указывал сам. Причем президент прекрасно осознавал, что зарубежные журналисты будут поднимать неудобные темы. Региональных журналистов интересовали проблемы своих субъектов. Поднимались темы поддержки агрария, развития медицинских услуг и будущего кабельных телеканалов. Завершилась встреча через три часа. Покидая зал, Путин поздравил движущую братью с наступающим Новым годом. Дмитрий Ковалев, Республика, из Москвы. Все подробности из пресс-конференции Владимира Путина смотрите завтра в информационной программе «Республика». Прием по личным вопросам провел сегодня глава Республики Михаил Игнатьев. Эльвира Ивановна всю жизнь проработала в школе. На пенсии тоже не сидит без дела. Односельчане выбрали ее председателем правкома работников образования. Однако на прием к главе Республики женщину привели к проблемам не в образовательной сфере, а в медицинской. Односельчанку Эльвира Ивановна на днях парализовала. За помощью пришлось ехать в участковую больницу, которая находится за 7 километров от деревни Ергунькино. Ситуацию, когда счет идет на минуты, могло бы изменить наличие в деревне фельдшерско-акушерского пункта. Михаил Игнатьев воспринял трагедию как свою собственную и пообещал взять под контроль лечение женщины. Что касается строительства ФАПа. Финансовые средства мы в республиканском бюджете в 2015 году на этот ФАП предусмотрели. Там будет комфортно. В течение буквально нескольких месяцев мы должны построить и вести эту эксплуатацию. К вам будет одна просьба, чтобы вы осуществовали общественный контроль, как там строители будут это строить. В строительстве нового объекта нуждаются и жители Комсомольского района. В Полево-Яужскую школу ходят 93 школьника со всего района. Общая образовательность школи более полувека. Здание давно уже не отвечает современным требованиям. Кроме того, учиться в деревянной школе небезопасно. У нас проектные работы по строительству новой школы завершены. Сейчас в районе ведется документация по формированию аукциона. И я именно хотел обратиться к главе Чувашьей республики по вопросу строительства новой школы. На 165 мест, с детским садиком на 40 мест. Я сам в этой школе же учился. И мечта моей жизни, можно сказать, всей моей жизни – это работать и учиться в новой школе. Михаил Игнатьев отметил, что строить новую школу надо обязательно. Однако план застройки необходимо скорректировать. Хорошо, значит. Мы сейчас посмотрим, насколько реально вы посчитали и проспроектировали на 165 человек. На 165 детей плюс садик на 40 мест где-то принимается. Плюс садика нет вопросов. Может быть мне 165, может быть нам придется сузиться. Вот эти цифры, где-то процентов на 20 можно сократить сразу. Майя Гаврикова обратилась к главе Чувашьей с культурным предложением. В 2017 году чувашскому композитору Виктору Ходяшеву исполнится 100 лет. К этому времени женщина предлагает установить мемориальную доску. Михаил Игнатьев поддержал инициативу. Также обсудили вопрос о выделении гранта поисковому отряду 57-й школы на покупку специального оборудования. Ребята выезжают на раскопки в местах крупных сражений Великой Отечественной войны. Именно искатель им необходим. Дарина Игнатьева, Сергей Рябчиков, Республика. Сегодня столица Чувашии вновь приняла у себя высоких гостей. Вот уже десятый год подряд в Республике проводится всероссийский турнир по вольной борьбе на призы Героя России, уроженца нашей Республики, генерал-лейтенанта авиации Николая Гаврилова. И каждый раз он вместе с друзьями отправляется к монументу воинской славы, чтобы почтить память погибших за Отечество. Вечная память тем, кто сложил свои жизни во имя свободы нашей Родины. Подвиги живут во времени. Как бы ни переписывалась наша история. Мемориальный комплекс победа тому подтверждение. Участники турнира, а в их числе Герои России, призеры Олимпийских игр по вольной борьбе, считают патриотическое воспитание делом чести. О патриотизме говорили и на встрече с главой Республики Михаилом Игнатьевым. Он поблагодарил Николая Гаврилова за активное участие в жизни Республики. Следующий год, как вы знаете, год 70-летия празднования Великой Отечественной войне, победы нашей страны над фашизмом. И мы решили совместить этот турнир с вахтой героев. Поэтому сюда прибыли и герои, которые готовы встретиться с общественностью, с молодежью. Символ вахты памяти пройдет через 10 городов России. Следующая остановка в Ярославле. А 2 сентября будущего года, в день окончания Второй мировой войны, этот символ примет Владивосток. Екатерина Абрамова, Александр Петров, Сергей Рябчиков, Республика. Социальное самочувствие села – очень важный камертон в оценке деятельности органов местного самоуправления. Министр сельского хозяйства Республики Сергей Павлов побывал в Канажском районе. Новый жилой дом специально для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вырос в селе Шахазаны. 12 человек получили ключи от новых квартир. На этой цели вообще затрачивается 36 миллиардов рублей. Это в общем. Но из них 9 миллиардов – это деньги, и это государственные деньги по разным программам. В том числе и программы переселения из ветхого жилья. Я знаю, что недавно здесь был тоже сдан один из таких домов. И программа обеспечения молодых семей. Анастасия Иванова ждала квартиру вот уже несколько лет. А сейчас с радостью рассказывает о своих планах на будущее. Я квартиру тоже ждала, где-то уже 3-4 года назад уже ждала. Жила в Канаше, живу до сих пор там же, квартиру снимаем. Можно заработки ездить в Москву. Сейчас до Нового года сюда приедем жить. Еще одно знаменательное событие произошло в Янгличском сельском поселении. Здесь красную ленту перерезали в честь открытия животноводческого комплекса на 100 голов крупного рогатого скота. Мы благодарны вам, что вы все это сделали. То, что на вас глядя, я думаю, что будут подтягиваться и другие фермеры. Что вот возможность. Я считаю, что у вас это настоящая семейная ферма. Потому что работает вся семья. То, что вы приучаете к труду своих детей, молодежь. Я считаю, что это самое главное. Изначально, еще в далеком 1994 году, в этом хозяйстве занимались овощеводством. В 2007 году решили попробовать себя в молочном животноводстве. Все началось лишь с трех коров. К 2011 году их стало 45. А весной этого года семья Никоновых выиграла грант на сумму 5 миллионов рублей. Мы планируем закупку 21 головы племенного молодняка. Эти готовые к осеменению в пределах около 400 килограммов. Для решения этого проекта у нас работает Россельхозбанком кредит. Оформляется 20%. Мы уже оплатили предварительную предоплату. И после оплаты 80% в течение этого месяца надеемся, что они заселятся на нашу новую ферму. Юлия Важенина, Надежда Яковлева, Александр Петров, Республика. В Красночитайском районе открылись после модернизации сразу три учреждения культуры и один школьный спортзал. На месте событий побывали мои коллеги. Клуб стоял 15 лет. Простоял. Все те клозья, стены были развалены. В общем, никто не ходил. Просто замок висел. Ну вот начали строить три года назад, ремонтировать капитально. А этот год был завершающим. Петеркинский дом культуры выиграл конкурс на субсидирование стоимости работ. Это порядка 900 тысяч рублей. Кроме того, сами сотрудники выполнили работы на 350 тысяч рублей. В ход шли все материалы. Из дома несли гвозди и доски. Но результат стоил таких усилий. Теперь здесь места хватит всем. Возможно, даже разместить почту. Также в Красночитайском районе состоялось открытие модернизированного из Пуханского сельского дома культуры. Здесь тоже проделана колоссальная работа по ремонту здания. Днем, зимой народу нечего делать. Приходят к нам. Кто чего связал, кто чего сшил. И вместе обсуждаем, и шьем, и вяжем, и песни поем. Кто говорит, мы вот сегодня новое радио по телевизору, по радио новые песни услышали. Давай попробуем спеть. Вот у нас народ собирается, вот увлекается народ. А молодежь у нас, молодежь молодец. Вот этот ремонт сделали, сделал молодежь. Как спонсорская помощь. Ничего не спросили, ничего не... Ну, красками купили сами нам, сельская администрация помогла. А покрасить, штукатурить молодежь. Это удалось сделать благодаря победе из Пуханского сельского дома культуры в конкурсном отборе для оснащения оборудованием за счет средств республиканского бюджета. Теперь в его арсенале новые сценические костюмы, звукоусилитель и другое современное оборудование. Для молодежи нужно, чтобы молодежь собрался в клуб, где кое-где не шатался, не ходил, чтобы играли, спортсалы есть имеется. Все рады, что модельный клуб открылся. Обновили и клуб в деревне Старая Атайи Красночитайского района. Теперь у жителей появилась возможность культурного отдыха в обновленных домах культуры. А в этой школе учатся самые спортивные дети Красночитайского района. На всероссийских соревнованиях они защищают честь не только своего района, но и республики и занимают призовые места. Для этих юных звездочек отремонтировали спортзал новоатайской школы. Татьяна Трофимова, Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Республика. Компьютеру все возрасты покорны. В пятой гимназии сегодня прошла олимпиада по компьютерному многоборью среди пенсионеров в рамках республиканского форума представителей старшего поколения. В 2007 году Чувашское региональное отделение Союза пенсионеров одним из первых в России организовало бесплатное обучение пенсионеров основам компьютерной грамотности. Сегодня форум уже в третий раз собрал желающих посоревноваться в компьютерных навыках. Очень активно участвуют представители всех районов и городов. И очень такое активное представительство. И самое интересное – очень хорошее настроение. Поэтому вот это направление работы у нас получилось. Конечно, мы за активное долголетие, за развитие творческих коллективов, экскурсивно-массовая работа, уроки бабушек и детушек и так далее. О многом можно рассказывать, что происходит в жизни Союза пенсионеров в Чувашской республике. В настоящее время в Чувашии на базе образовательных учреждений действует шесть компьютерных курсов для пожилых людей. Пенсионеры утверждают, если раньше они пили чай и обсуждали свои болячки, то сейчас, благодаря подобным курсам, их интересы кардинально изменились. Анина Михайловна поделилась, что от компьютера она не отрывается. Активно пользуется соцсетями и банковскими услугами онлайн. Овладеть компьютером – это моя голубая мечта. И когда у нас открылись курсы, я сразу же пошла туда. А потом мне нужно было устраиваться на работу туда, в администрацию, а без знаний компьютера невозможно. Сейчас же везде компьютер. Желающих принять участие в компьютерной Олимпиаде с каждым годом все больше. Победители регионального уровня получат возможность попробовать себя на Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Екатерина Кудряшова, Николай Яковлев и Республика. Таким был этот четверг глазами корреспондентов программы Республика. Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. Увидимся завтра в это же время на национальном телевидении Чуваши. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова